Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслиться». Сегодня наша тема – ошибки в депричастных оборотах. Начнем с определения. Депричастный оборот – это депричастие с зависимыми словами. При использовании депричастного оборота часто встречаются стилистические ошибки. Запомните, поскольку депричастный оборот указывает на действие субъекта речи, выраженное подлежащим, нельзя использовать его в предложениях, в которых подлежащее не является субъектом действия. Например, не проявив должных качеств, глава банка отправлен в отставку. Или в предложении, где отсутствует подлежащее, тоже нельзя использовать депричастный оборот. Увидев отлаженную армейскую жизнь, у многих ребят изменилось отношение к службе. Несогласование видовременных форм депричастия – это еще одна ошибка. Писатель работал над романом 10 лет, так и не успев его отредактировать. Видите, работал отвечает на вопрос «что делал», а не успев отредактировать на вопрос «что сделав». Нельзя использовать несуществующие формы депричастия. Например, мистер Икс предлагает отречься от клеветы, но тот, побоявшись общественного мнения, не отказывается от своих слов. Не побоявшись – ошибка, правильно сказать – испугавшись. Не стоит соединять в качестве однородных членов предложения глагол и депричастия. Он не осуждал своих коллег, которые рискуя лишиться лицензии, однако расширяют рамки своей деятельности. Союз «однако» здесь лишний, вычеркиваем. Нельзя соединять в качестве однородных членов предложения депричастный и причастный оборот. Этот благотворительный фонд, рискуя капиталами и спасший многие российские предприятия, еще хранит надежду на стабилизацию экономики в развивающихся странах. Исправляем. Фонд, рискуя капиталами, спас многие российские предприятия. Он еще хранит надежду на стабилизацию экономики в развивающихся странах. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!